Сегодня судебные приставы проведут день единого приема по вопросам мобилизованных. Консультации пройдут в Главном управлении и его структурных подразделениях. С 10 до 18.00 можно будет задать вопросы, связанные с исполнительными производствами в отношении мобилизованных военнослужащих, участвующих в спецоперации и их родственников. Также можно обратиться по поводу просроченной задолженности кредитора. Для участия необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия, сообщает пресс-служба ведомства. 7 миллионов тонн грузов отправили по железной дороге за 10 месяцев этого года. По данным РЖД, это на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение объема во многом произошло за счет роста отгрузки нефтепродуктов, почти в два раза больше, чем в прошлом году. И строительных материалов в полтора раза. Также за этот период отправили больше миллиона тонн зерна, 76 тысяч тонн цемента, 158 тысяч тонн химикатов и в соды. Школьники и студенты из 30 муниципалитетов Алтайского края представили свои проекты в рамках программы «Шаг в будущее». Федеральное окружное соревнование пройдет в Алтайском крае с 14 по 18 ноября. В состязании примут участие школьники с 7 по 11 класс и студенты 1 и 2 курсов из Барнаула, Бийска, Горняка, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Камьянаоби, Славгорода, Затосибирский и 21 района. Площадкой для соревнований станет Алтайский государственный технический университет. Помимо защиты работ для участников программы проведут консультации по дальнейшему развитию их проектов. Экспертами станут 20 кандидатов наук и 12 профессоров из ведущих вузов Алтайского края. Победители соревнования получат путевку на международный форум «Шаг в будущее», который пройдет с 27 по 31 марта следующего года в Москве. Сдать тест на ВИЧ может любой желающий до конца ноября. По информации Алтайского краевого центра СПИД, процедура бесплатная и анонимная. Сегодня мобильный комплекс по экспресс-тестированию будет работать в поселке Южный на площади возле Дворца культуры с 11 до 15.30. Документы для сдачи теста не нужны, но и справки выдаваться не будут. Результаты станут известны через 15 минут после сдачи крови. Помимо этого, врачи расскажут, как избежать заражения ВИЧ. Следующие даты работы мобильного комплекса можно узнать на официальном сайте администрации Барнаула. Алтайский гимнаст Сергей Найдин выступил на открытых республиканских соревнованиях в Белоруссии. Спортсмен завоевал золотую медаль в упражнении на коне и стал вторым на брусьях. Победитель республиканских соревнований в Белоруссии в упражнении на коне – алтайский гимнаст Сергей Найдин. Спортсмену 21, из них 16 он тренируется. Начинал карьеру в Барнауле – детско-юношеской спортивной школе имени Харахордина. В Белоруссии Сергей выступал во всех соревновательных дисциплинах, в том числе на кольцах, перекладинах, брусьях. На последних гимнаст получил серебряную медаль. Я добавил новые комбинации. Мне сейчас план – это их отработать, чтобы они очень хорошо получались и без падений. Потому что база конкурентоспособная. Даже сейчас чемпионат мира проходил, можно с ними конкурировать очень легко. Всего в соревнованиях участвовали 140 спортсменов. Самые сильные конкуренты, признается Сергей, соотечественники. Их сложнее всего обходить в личном зачете. Уровень подготовки хороший. На перекладине соперники показали более высокие результаты. Сергей с детства мечтает попасть на Олимпийские игры. Сейчас он на пути к ее совершению. Он уже тренируется в Москве и входит в сборную России по спортивной гимнастике. На следующей неделе Сергей отправится на очередные двухнедельные сборы в столицу. Там команда России начнет поэтапную подготовку к чемпионату Европы, который пройдет весной следующего года. Алина Пенигина, Роман Хайрулин. Новости. У меня на этом все. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok